МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирской области поставили рекорд по выдаче ипотечных кредитов. В декабре минувшего года жители региона одолжили для покупки жилья 8,5 млрд рублей. По оценке экспертов это на 9% больше, чем обычно, что является абсолютным максимумом. В целом же за 2019 год банки выдали новосибирцам 32 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 67 млрд рублей. Причинами роста называют снижение ключевой ставки Центробанком, введение новых кредитных продуктов и высокую конкуренцию среди банков. Также аналитики отмечают рост спроса на рефинансирование кредитов и введение ипотечных каникул. За прошлый год в Новосибирской области открыли 8 тысяч новых предприятий, закрыли больше 17 тысяч. Это неплохие показатели на фоне остальных регионов. Больше всего предприятие закрылось в Москве. 124 тысячи компаний на втором месте Санкт-Петербург. Далее расположились Краснодарский край, Свердловская, Московская, Новосибирская, Челябинская области. Замыкает десятку антирейтинга Самарская область. Минус 6,5 тысяч компаний. В исследовании также отмечается, что в целом по стране в минувшем году прекратила свою деятельность каждая пятая организация. В Новосибирской области растет популярность такого инструмента взаимодействия предпринимателей, как медиация. Бизнес-омбудсмен региона рассказал в интервью каналу ТЭС, почему услуги медиаторов становятся все более востребованы. В первую очередь это связано с тем, что в решении споров двух хозяйствующих субъектов часто необходима конфиденциальность и быстрый и гибкий подход. В этом как раз могут помочь специалисты такого профиля. Они обладают авторитетом в бизнес-сообществе, а также глубокими знаниями в области права. У нас все обычно в суде, в арбитражах и так далее. А в развитых странах, в Западе, 80% споров между двумя хозяйствующих субъектов решается как раз медиаторами. Я думаю, что это будущее. Тем более у нас, я уже говорил, что сейчас предприниматели уже другие, не те, которые были в 90-х годах, когда споры решались. Ну, я не буду говорить, но решались по-другому. Сейчас предприниматели, так скажем, более культурные, они вежливые, они хотят находить, так скажем, решение вопросов спокойно. В России разрабатывают дорожные карты по внедрению искусственного интеллекта. Как сообщает РИО Новости со ссылкой на Минэкономразвитие, роботизация коснется здравоохранения, транспорта, умного города, сельского хозяйства, промышленности и оборонно-промышленного комплекса. К примеру, здравоохранение и искусственный интеллект могут применять для разработки новых лекарств, оказания помощи в диагностике заболеваний и при постановке диагноза и назначении лечения. А в сфере транспорта для запуска в городах автономных беспилотных транспортных средств. В промышленности такие технологии хотят применять для мониторинга техники, безопасности и обеспечения высокого качества продукции. И, конечно же, искусственный разум будут использовать для работы с населением. Например, в МФЦ появятся роботы-помощники и голосовые ассистенты. Российские парламентарии выступили против комиссии банков при оплате услуг ЖКХ. Депутаты обратились с инициативой о внесении изменений в жилищный кодекс, закон о банках и банковской деятельности и даже почтовой связи. Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от половины до двух процентов, независимо от того, как совершается платеж. Для пенсионеров это могут быть ощутимые средства, и поэтому мы должны обсудить и призвать банковское сообщество с пониманием отнестись к этому вопросу. Отметил зампред Госдумы Сергей Неверов. И напоследок, полицейские советуют сибирякам быть внимательнее при приобретении старинных монет. На днях житель Омска попался на удочку мошенника, который продал ему якобы наденные при ремонте старого дома редкие монеты. Стоимость одной монеты мужчина оценил в 600 тысяч рублей, но покупателю тот готов был уступить все пять за 100 тысяч рублей. Сделка состоялась, но только после того, как покупку отнесли к нумизмату, выяснилось, находки хоть и старинные, но антикварной ценности не имеют. Вернуть свои деньги Амич уже вряд ли сможет. Ну а на этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. До встречи на канале ОТС. Субтитры предоставил DimaTorzok